Всем привет! Сегодня четверг, передача на туре в студии Дмитрий Ершов, Максим Киселев, Михаил Меркулов. Сегодня мы поговорим вновь о Еврокубках и поговорим о двух дивизионах А и Б с нашими гостями и экспертами. Ну, начнем мы с Еврокубков. Давайте поговорим о Кубке ЛФЛ, второму по значимости турниру в Москве по любительскому футболу. Здесь у нас триумф над северными командами. CDN отправился в гости к беде, так же, как и трансконтейнер, собственно, на флотскую, игрался Динамо. CDN с бедой 0-0, друзья, но никак мы вообще не могли предположить, да, в прошлый раз. Да, но вот мы уже сколько говорили про выездные матчи CDN, что немножко не везет где-то. Возможно, здесь тоже где-то не повезло забить. Не повезло, но с другой стороны повезло в серии пенальти после матча и такой прухи, честно говоря, ну, просто желаем каждой из наших западных команд. Да, действительно, 2-2 дома 0-0 на выезде и вот, пожалуйста, серия 10-метровых и CDN в полуфинале. Максим, ты как особо приближенный к императору, да, в кругах CDN ты общаешься. Рады этому? Ну, конечно, рады, да, и хорошо, что вот мы говорили, что нет в фл-правила домашних выездных голов, вот хорошо, что их нет, потому что иначе бы два дома пропустили и не прошли бы. А так, конечно, да, ну, как говорят... Почему вот этих нулей так, почему не смогли забить? Ну, видимо, видимо, еще как-то не получается команде так вот перестроиться, чтобы, допустим, в отсутствии здорового анти, да, как-то вот организовывать по пачкам эти забитые мячи. Плюс, все-таки, на мой взгляд, какой-то присутствует небольшой дисбаланс и команда сильно зависима от капитана, то есть, поскольку травму, мы знаем, получил Зураб, да, в предыдущей стадии, как бы, это очень сильно, на мой взгляд, сказалось. Даже несмотря на то, что у CDN два состава, да, приезжает там на игры, сейчас чуть меньше стало людей, но, тем не менее, как бы, скамейка обойма есть, но есть люди, которые, если выпадают, то сразу же это сказывается. Вот это тот самый случай. Ну, а везет сильнейшим мы, CDN. В полфинале, и CDN попадает на Нижгары, кстати говоря, тоже непростой соперник, Нижгары еще совсем недавно победители Кубка ЛФЛ. Да, но их ПКСП, здесь и CDN должны такой ревераться со стороны ПКСП отправить, потому что аж целых двух нападающих прокуроры забрали из Нижгар. Может тоже таким подспорьем оказаться. Ну, и там, где больше можно было ожидать нулевой ничьи, это Динамо Трансконтейнер. Собственно, они сыграли на Световом парке по нулям, и если бы они сыграли бы на Флотской по нулям, и серии пенальти решили исход, я бы не удивился. Но здесь транспортники просто мужики настоящие, да, они одерживают победу. Очередной, кстати, гол Максима Галихина, которого почему-то банит Мазурин вот уже в очередной раз. Но он выходит и забивает, он красавец. Красавец Галихин, причем еще и красивые голы действительно забивает. Почему не выходит, общался с Павлом Крыловым, ну, есть какие-то микротравмы, да, вот опять же-таки, почему Трансконтейнер играет дома? Ну, это тебе наговори, наговори. Это хорошо. Понимаешь, что травмы, естественно, не скрывает. Юлит, юлит. Юлит, да, может быть. Ну, а вдруг действительно травма? Ну, возможно, но что-то мне просто. Но суть в другом. Почему у нас западная команда играет на Флотской лучше, чем дома? Это тоже же парадокс такой. Хотя мы каждый раз говорим, что тяжело играть, но все время результат, почти всегда есть результат. Так вот Трансконтейнер дома также, в принципе, играл неплохо и мог дома выигрывать. И Павел Крылов говорит, что это такое совпадение, что на Флотской удалось добиться победы, а дома вот эта безгревая ничья случилась. По поводу Галихина, здесь хорошо, не принимайте версию с травмой. И другая версия, конечно, есть у меня в запасе, это оборонительный футбол. Футбол, который на каких-то важных этапах, тем более плей-офф, может принести тот самый нужный результат. Все-таки согласитесь, что важно не пропустить. Там уже можно будет, если даже матчи в ничью закончатся, по серии пенальти где-то сыграть на своих, собственно, козырях. Ну, Павел Савоськин, да, и он пенальти от Бирюкова, между прочим, буквально недавно парировал. Ну, и вот этот оборонительный футбол, собственно говоря, действительно для Трансконтейнера сейчас весной оказывается довольно-таки успешным. Гим, вот ты знаешь, вот аргументированно сейчас, да, вот сейчас вообще вопросов нету, не подкопаться. И, как говорится, победители не субьят. Трансконтейнер идет дальше, но здесь вот, здесь загвоздочка в полуфинале, это очень серьезная. На самом деле, на меня сейчас смотрят наши коллеги с юга, да, и думают, что тройка пройдет, но мы, на самом деле, надеемся, все-таки Трансконтейнер засушит тогда уж эту игру. Ну, я думаю, что так и будет, Трансконтейнер, конечно же, понимает всю силу тройки, ну, это действующий победитель Лиги Чемпионов, который еще и в межсезонье усилился, и усилился не кем-нибудь, а действительно хорошими топовыми футболистами. Здесь, опять-таки, такая ссылка к словам Павла Крылова, очень хорошая афиша получается у этой встречи, да, это вот как суперкубок, некие победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы в большом футболе, также, в принципе, ну, здесь в ФЛ он не проводится, не играется, но получается вот матч с такой афишей. А хорошо бы такое, да, ввести в матч? Ну, возможно, это такой вопрос на голосование, который... Ну, мечтать не вредно, вот, соответственно, пока такого матча нету, вот, Дим, ты сказал, и действительно, мы обсуждаем о том, что нашим командам западным удобнее играть на севере, казалось бы, лучше, но оказывается-то, что это совершенно не так, если смотреть в обратную сторону, мы все время говорим почему-то про север, что там тяжело, оказывается, нашим командам-то тяжело играть здесь, с северными командами, и с северным легко играть здесь. Я уже перехожу на Лигу Чемпионов, здесь у нас крайне неудовлетворительные результаты, те результаты, которые мы не ожидали, из трех команд у нас осталась всего лишь одна, хотя перед ответными матчами на Западе мы говорили совершенно о другом. Первый матч Мегатитан-ЦДК. Но у нас был повод для того, чтобы говорить... Да, 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 в том-то и дело, повод был, безусловно, Мегатитан-ЦДК. В прошлой передаче мы не сказали, но буквально игра осталась в воскресенье, в пятницу Мегатитан праздновал юбилей Игоря Кроткова. 50 лет, вот, и воскресенье, поражение 1-3 от ЦДК. Казашот праздновали? Ну, с одной стороны, да, можно говорить, что где-то там с Ирони погуляли, пятые-десятые, но не факт, что даже если бы и готовились, ЦДК можно было бы играть. Да, этот матч, честно говоря, такое некое откровение, даже футбольное, потому что ЦДК напомнил ту команду, которая выигрывала конституциональную футбольную лигу буквально в прошлом году. Вы помните, да, кто добавился по сравнению? То есть, это был Бирюкова взяли, Артака Григоряна, соответственно. То есть, сейчас добавился Фурман Саакен, который... Денис Назаров, который играл в центре, да. То есть, где-то вот... Беллилидинов добавился, первый матч провел. Ну, про Беллилидинова я бы вообще сейчас не сильно говорил, потому что это первая игра, человек только адаптируется, и, ну, честно говоря, немножко он выпадал из игры ЦДК. Ну, кстати, интереснейшее интервью с игроками ЦДК, Беллилидиновым и Алдониным, Максим Киселев подготовил, она висит на сайте, обязательно почитайте, там много чего интересного. Тем не менее, да, ЦДК выигрывает 3-1, и, да, не сказать, что это, наверное, сенсация к тому, как собрался ЦДК, я думаю, что, ну, здесь вопрос к тому, что, там, ЦДК не должен был проходить, а должен был Мегатитан, такого нет. Абсолютно согласен, и вот по второму матчу я бы сказал, что даже ЦДК обязан был проходить Мегатитан, вот, ну, такую игру показали, там, Алдонин, извините, в свои года, ну, как 20-летний бегает, носится, закрывает все позиции, еще и умудряется там где-то в атаке помогать. Никаких вопросов, коряка просто в блестящей форме находится. Я вообще не увидел, за счет чего Мегатитан мог зацепиться в этой встрече, хотя бы там даже на ничью, но полное превосходство, и Женя Алдонин сказал, да, что по счету играли после двух быстрых забитых мячей, ну, действительно, мы же видели, когда комментировали матч, что, ну, с улыбкой все это происходило даже, да, то, что удовольствие получали, ну, там, профессионалы, такое ощущение, в такой форме находится, что будто бы вот из их, только с тренировочного процесса, там, да, из команды только взяли, и вот они переиграли в Мегатитан, ничего не смогли сделать наши, наша топовая команда. Ну, круто, что в таком состоянии подходят наши звезды континентальной футбольной лиги, именно вот к этому турниру. Да, Миша, еще вот твоя любимая тема, значит, насчет замен, да, то, что они могут ломать игру, как-то неправильно сказываться, да, если все идет хорошо, то зачем, в общем-то, менять? Здесь каждая замена была, ну, можно сказать, обоснованной, потому что каждый игрок входил в игру, никто не выпадал, и вот менялись-то часто, на самом деле, и там в какой-то момент ЦДК уже вторым составом, ну, как вторым составом, ну, не стартом, так скажем, да, действовал, и абсолютно ничего не менялось на поле, вот в рисунке игры. Давайте поговорим о матче Дефеста ФКСП. Здесь ФКСП, казалось бы, на выезде держивает победу со счетом 1-0, там был не забитый пенальти ворот ФКСП, да, то есть, казалось бы, вот она, птица счастья, она вот, ну, идет уже к тебе, и надо ее брать, хватать и бежать в полуфинал Лиги Чемпионов. Но, по факту, получается, что Дефеста, извините, который привез Андрея Тихонова, но это, кстати, не ключевой момент, да, матч, вот, он все-таки проходит дальше. Напомню, что, вот, забитых в гостях мячей мы не считаем, да, поэтому 3-4 победы Дефеста в основное время, 4-4 по результатам двух матчей, и вот серия пенальти. Да, что очень интересно в этой серии пенальти, то, что счет до последних минут был в пользу Дефеста. Дефест проходил дальше, да, по итогам двухматчевого противостояния, Кирилл Бирюков забивает на последних минутах сумасшедший свой штрафной, ну, как он любит, и при этом подходит пятым бить пенальти и не забивает. Вот, в секунду, да, он воскресил все надежды по КСП, и через 5 минут, там, условно говоря, их похоронил. Но все равно Бирюк Крут, это один из сильнейших игроков 8 на 8 на данный момент, поэтому, ну, у всех все бывает, но... Это случайность, это он доказал, вот, буквально, в недавнем матче против Титана, 3 пенальти, а 3-е вообще, когда уже, ну, честно, у всех сомнения, да, зачем он бьет, то есть, Дмитрий Башкин, даже наш, да, коллега, сказал, ну, не нужно позволять ему бить 3-е пенальти, это ни к чем хорошим не закончится. Он подходит и отсылает мяч просто в девятку без шансов. Ну, вот, кстати, понимаешь, когда трансляцию тоже матч комментировали, я вспомнил случай, когда Мартин Палермо, да, аргентинский нападающий, не забил 3 пенальти в одном матче, но, ей-богу, не припомню такого случая, чтобы один игрок в одном матче забил 3. Вот, надо посмотреть, вот, интересно, но, конечно, это редчайший случай, и то, что 3 из 3-х... Ну, смотрите, Андрей Тихонов забил, да, Дельков не забил, и Дефестов идет в поп-финал Лиги Чемпионов, к сожалению, в принципе, ФКСП перед матчем, да, мог рассчитывать нам больше. И все-таки сыграл он, наверное, ну, не то, что не в полную силу, но вот не так, как мог, например, я вспоминаю просто матч прошлогодний с тройкой, да, когда 4-0 проиграли в гостях, но там были какие-то объективные причины, не собрались, еще что-то. Не повезло, да, где-то не повезло, но как дома ФКСП играл, просто здорово, 3-0, там просто рвал и металл. Вот здесь такого нету, здесь все-таки как-то вот, можно сказать, будничество. Причем мы-то уже после 0-4 уже руки-то, если честно, опустили, думали, ну все, шансов нету, а прокуратура перед ответной игрой говорила, нет, мы вообще-то будем выходить. И действительно, они там набили три, еще третий забили, по-моему, там еще времени прилично оставалось. Да, было очень много, много времени, да. Да, ну в этот раз, конечно, мы и новые схода ожидали в этом состоянии. Ну и единственная команда, которая у нас прошла в полуфинал, это Титан, хотя тоже здесь, казалось бы, все хорошо складывалось, Титан даже первый забил, Титан вел, но в результате довел все до нервной концовки. Вообще непонятно, как и что произошло, но может быть где-то неумение сыграть в важных матчах по счету, да, вот Титану сейчас вот аукнулось. Я надеюсь, что все-таки Алексей Медведев вот этот момент, он где-то подрихтует, потому что в матче с ЦДК, а Титан по плану с ЦДК, такое может не пройти. Да, безусловно, может, конечно, и не пройти. Здесь вопрос в том, что до, почти до финального свистка счет был 2-2, и соперник, собственно говоря, забил уже на последних минутах, счет стал 3-2, и даже этот результат все равно Титан, в общем-то, устроил. Поэтому к Титановым здесь, ну, наверное, меньше всего вопросов. Они, в общем-то, уже знали, что они выходят дальше, и да, пропустили, проиграли. Это плохо, безусловно, это может аукнуться, но в этом матче, пожалуй, вопросов нет. Это может быть звоночек, да, о том, что даже играть, наверное, до последних минут, и опять же, вот все-таки играть по счету. Мы все время во всех интервью и во всех разговорах слышим о том, что Титан будет играть, бежать, добивать соперника, но вот иногда все-таки нужно сыграть именно рационально. Мне вот кажется, что это поражение может, наоборот, положительную услугу оказать Титану, то, что проиграть лучше вот в этом ответном матче, пройти в полуфинал, да, ну, сделать определенные выводы, да, и уже такого не повторять, но другой вопрос, что там ЦДК. Да, вот на ваших экранах полуфинальные матчи, это Гефест, Интер и Титан, ЦДК, первые матчи 19 мая, но вот весь север против одного запада. Да, нехорошо, как это получается. Подмораживает. Да, 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 придется, конечно, Титану как-то эту ситуацию исправлять. Согласен, полностью согласен. Все это будет в мае, после континентальной футбольной лиги, но у нас был, о Еврокубках все, у нас был один матч внутреннего чемпионата, супер топовый матч, о котором мы сейчас поговорим, это Титан ФКСП. Этот матч, который решал судьбу чемпионства, возможно, матч, который вышел невероятно драматичным по накалу, по эмоциям, по качеству футбола, Титан, который большую часть матча вел и казалось, что, ну, как минимум не проиграет, все-таки упускает победу, на все бы ничего. Но у нас произошел, ну, прецедент, наверное, сложно сказать, да, но моменты, которые нечасто встретишь вообще в футболе, да, в таком матче назначается три пенальти в одни ворота. Что думаете? Нет, здесь вопрос какой. Если эти пенальти были, то надо их ставить, и не важно, в какие они ворота, не важно, какой, в общем-то, пенальти по счету. Если даже пять было, да, то надо ставить. Хоть десять, хоть пятнадцать, там, смотря сколько играть, да, по времени можно. Если были, надо ставить, пожалуйста, бейте, забивайте. Ну, Бирюков подошел и забил. Кстати, он сказал в послематчевом, что он не волновался перед вторым, перед третьим даже, перед третьим вообще был спокойный. Ты видел, как я залепил в девятку, да? Да, да, да. Когда-то по корпусу оболнения, да, третий. Единственное, да, он немножко вот перед первым забитым мячом, там, где-то какая-то доля сомнения проскочила, все, остальное все было спокойно, четко, и он был уверен. Но все-таки, да, были забиты мячи на любой вкус, это пятка Павла Белова, это удар Максима Боченко, все это было круто. Шамарин какой сумасшедший. Шамарин положил, да, было все супер, и, вы знаете, здесь сложно рассуждать, кто играл лучше, хуже здесь, по-любому. Но с нашей точки зрения футбол был восхитительный и по эмоциям, и по накалу, и потому, что команда... Да, да, безусловно. Мы получили колоссальное удовольствие, вопрос здесь уже в другом, что команда об этом, обо всем думает. Да, мы работали с Максимом, поэтому, в принципе, здесь мы тоже были, да, настолько погружены, что эмоции нас перекрывали. Что думает после этого матча Сергей Фаустов, сейчас мы послушаем. Сегодняшний драматический поединок, Сергей Фаустов, Сергей, новые эмоции просто зашкаливают, вот, извини, что если я буду заикаться, но скажи, пожалуйста, за счет чего, в первую очередь, удалось сегодня одержать такую важнейшую победу? За счет коллектива, за счет самоотдачи и за счет того, что мы верили в себя, верили в каждого из нас, и нам это повезло. И не скажу, что повезло, а это результат по игре. В течение матча Титан выигрывал в счете, да, показывал сегодня очень хороший футбол, за счет чего удалось, ну, переломить хоть встречи в этом поединке, и повлияло ли то, что сегодня в ворота Титана было поставлено три пенальти? То есть это сильно вам помогло, или же вы чувствовали себе уверенность и по игре доказать не только с точки зрения 10-метровых ударов? Скажу так, вернусь к своим истокам. Первый мой тренер всегда говорил так, что футбольный бог, его не обманешь, и поэтому здесь экономерно. То, что творится в нашей лиге, да, когда, грубо говоря, команды ставят то время, иное время, им по облажке, футбольный бог увидел, и все вознаградил нашу команду сегодня с победой. Изначально было понятно, что Кирилл Бирюков будет исполнять все пенальти, ведь не секрет, да, что не удалось ему реализовать в Лиге Чемпионов 10-метровый удар, также в чемпионате не был точен. Были ли какие-то рассуждения, что может быть сменить пенальтиста, или вы наоборот поддержали своего партнера? Нет, Кирилл это штатный пенальтист нашей команды, он капитан, и мы ему полностью доверяем, даже в те моменты, когда он не забивает, ничего страшного, он над этим работает, поэтому тут сомнений никаких не было. Скажи, пожалуйста, вот, к сожалению, прокуратура покинула Лигу Чемпионов, чего не хватило, ведь у вас такая классная команда, да, чего не хватило, чтобы в этом турнире пройти в полуфинал все-таки? Ну, не хватило реализации после матча в пенальти, вот что нам не хватило. Ясно. Вы являетесь двукратным чемпионом Западной премьер-лиги, наверное, сейчас все силы будут брошены на чемпионат. Скажи, пожалуйста, вот кубок Западной лиги, также будет рассматриваться цель у команды ФКСП, чтобы выиграть и этот трофей? В нашей команде есть один такой момент, когда мы выходим на поле, мы должны отдаваться полностью, и несмотря на что, какая-то игра, какая-то команда, мы играем всегда на победу. Команда «Титан», на твой взгляд, это уже топ-команда Запада, это флагман западного футбола, и будут ли после таких матчей, как сегодня, игры с «Титаном» иметь особый подтекст для команды ФКСП? Это больше, наверное, будет момент для журналистов, для зрителей, что вывеска, да, ФКСП «Титан». Для нас все соперники одинаковы, мы никого не превозносим, никого не унижаем. Сереж, большое спасибо тебе за такое содержательное интервью, желаю удачи в дальнейшем и с победой. Спасибо большое. Друзья, ну вот, опять же, да, три пенальти, опять возвращаясь, это, наверное, ключевые все-таки моменты. У нас же не удаление, именно три пенальти, да, согласен. Я смог пообщаться непосредственно с Василием Лозицким по первому моменту, по руке. Он сказал, что если бы он попал в руку свою же, да, то пенальти бы не было, а здесь попадать в чужую, вот. И, соответственно, это пенальти, хотя вот с кем я не общался, и с футболистов, да, поэтому здесь, может быть, в принципе, очень субъективное мнение, здесь все говорят, что такое нельзя ставить, да, пенальти. Мы обратились вот по первому эпизоду к арбитру FIFA, к эксперту Александру Колобаеву, он сказал, что в большом футболе это пенальти. Вот, поэтому вопрос, по каким правилам здесь пенальти или нет? Пенальти, это пенальти, да, то есть в большом футболе это пенальти. Значит, и у нас пенальти. Точнее, вру, вру, не было пенальти, Дим, правильно ты меня поправил? А то он не со стыковочкой какая-то, слишком все глотко получается. Да, 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 я думаю об одном, говорю совершенно другое. Да, конечно, это не пенальти в большом футболе, это не пенальти, еще раз повторю, не пенальти в большом футболе. Поэтому надо понимать, как мы, ну, как арбитры обслуживают. Вот, поэтому, ну, Дмитрий Решов мы звали напередать, чтобы он нам все это расположил, но, к сожалению, к нам он не попал. Вот, по двум другим эпизодам здесь оценку мы не смогли получить от Александра Евгеньевича. Ну, скорее всего, мы ни от кого эту оценку не получим, потому что, к сожалению, не видно этих. Да, да, вот из-за того, что качество нам не позволяет, поэтому здесь доносим позицию арбитра, то, что был удар Бушуева коленом в голову. Да, ну, вот с картинки, ну, видно, что там нога или часть тела, она доходит до головы, в принципе, это тоже, на мой взгляд, не совсем естественное положение. Да, то есть, даже не на каком-то нейтральном высоте была, да, чтобы где можно было понять, где там должна быть нога, где рука. Вот. Ну, и третий, честно говоря, нам было не видно. Вот третий пенальти как раз у меня никаких вопросов не вызывает. Во-первых, с вашей стороны, да? С нашей стороны это все было, видно, действительно, это пенальти, фол в штрафной площади, да, но это пенальти. И больше того, я могу сказать, что уже Александр Азуев находился на трибуне, где сидели, ну, совершенно независимые болельщики, мы их называем эксперты, они приходят на каждый тур западной премьер-лиги, смотрят, болеют там за любимцев, не за любимцев, иногда просто наперекор друг друга, да, как это вот спорят немножко. И они пытались успокоить Александра, и там, я тоже говорю, был пенальти, очевидно, ну, то есть, ну, это действительно пенальти. Третий гол, вот, вопросов у меня нет. Ну, на самом деле, сколько людей и столько и мнений, особенно футболистов, которые, кто-то говорит, что по первому, по руке, по первому пенальти, да, кто-то говорит, что вопросов нет, кто-то говорит, что пенальти не было, поэтому здесь все-таки надо доверять мнению профессионалов. Да, ну, опять же, насколько я понял, ты говорил, да, вот, перед эфиром, что Колобаев сказал, что по последним правилам, да, пенальти нету в большом футболе, вот я про первый эпизод говорю с руками. То есть, тут, конечно, тоже нужно понимать, что наши правила, да, 8 на 8, они, то есть, то, что не прописано в нашем регламенте, да, естественно, берется из большого футбола. Поэтому наши арбитры, уважаемые, да, должны, конечно же, следить всегда за изменениями, которые происходят в большом футболе, да, и судить в том числе и по вот этим новеллам. Ну, и еще один ключевой момент, это удаление, естественно, где Лев Корнилов заряжает Данилом Кириченко по лицу, бутсой. Ну, вот, опять же, мы обратились к Александру Георгиевичу Колобаеву, да, к его предвзятости, наверное, тоже мы не можем ничего сказать, да, потому что независимый, абсолютно опытный эксперт. Ну, здесь 50 на 50, он сказал. Вот, здесь 50 на 50, поэтому здесь... Если 50 на 50, значит, это были основания для показа красной карточки, или... Но, знаешь, как это многие говорят, дух футбола. Вот я дух футбола, там, 3-3, да, и, может быть, стоил, например, желтую карточку, к примеру, показать. Ну, для меня такого вообще нет понятия, честно говоря, дух футбола. Я не знаю, что такое дух футбола. То есть, для одной команды, эта команда одна, этот дух чувствует, а другая команда в этот же момент его не ощущает. Ну, а с другой стороны, как бы, когда... Извини, Миша, здесь еще вопрос в том, что в большом футболе, допустим, удаление может напрочь сломать игру, да, раннее удаление вполне может привести просто, ну, к совершенно очевидному результату, да. Здесь же все-таки игрок удаляется на 10 минут, и потом возвращается. Здесь еще больше может сломать, на самом деле. Потому что здесь 7 на 6 проще реализовать, чем 11 на месяц. Да, но у тебя будет шанс ликвидировать это отставание, когда появится 8-й игрок. Но проблема в том, что у них не появился 8-й игрок. Ну, а здесь, в данной ситуации, я считаю, что удаление вообще никак не сказалось. Не сказалось? Да, на этом матче, потому что оставалось играть там несколько минут. Зато удаление сказалось на турнирной таблице. Если после этого мы бы говорили там, что Титан чемпионный, сейчас уже не все так однозначно. Чуть-чуть подтянулся и Титан, и теперь у нас двоевластие на троне. Сейчас турнирная таблица на ваших экранах. Титан, ФКСП по 55 очков, и Мега Титан 50. Возможно, ему будет очень сложно вклиниться в эту борьбу за чемпионство, вот в эту двойку. Но не стоит забывать, что будет точная встреча между Мега Титаном и Титаном. Да, и возможно, может быть, и Мега Титан не решит свою судьбу чемпионства, но, возможно, судьбу ФКСП. Все может быть, поэтому вся борьба впереди, и впереди еще КФЛ у Титана и на Мега Титан. Они будут участвовать, и после вот этого очень будет интересно посмотреть, как они будут. У Титана не только КФЛ, у него еще Лига Чемпионов, и еще матчи с ЦДН и с Мега Титаном. То есть сейчас, по сути, если бы Титан одержал победу, у них было бы аж три права на осечку. И, в принципе, можно было уже спокойно этот чемпионат доигрывать. Сейчас права такого абсолютно нет, и это дополнительное давление. Тем более, да, многие уже говорили, считали вот эти поражения, которых у Титана не было. То есть, чтобы пройти сезон вообще чисто. Сейчас это уже нереально. И совершенно, мне кажется, по-другому может вообще вся эта песня сложиться. Да, много нюансов, много факторов, и вот действительно майя нас ждет очень горячий, жаркий, потому что решающая пара матчей, много турниров, и посмотрим, как команда с этим справится. Но, друзья, мы переходим к вторым дивизионам, и сейчас через паузу к нам присоединится гость. Обсудили мы Еврокубки, ну и теперь поговорим о наших родных пенатах, о наших дивизионах. Сегодня речь пойдет о дивизионе 2А и 2Б, и в каждом дивизионе у нас сегодня свой гость. Начнем мы, естественно, с дивизиона 2А, и мы сегодня пригласили к нам в студию одного из старожил любительской футбольной лиги, и человек, который играет очень-очень давно, команда, которая много лет существует в ЛФЛ, часто на слуху, потому что традиции очень большие. Это Сергей Жмычков. Сергей, приветствую вас. Приветствую вас, да. Очень долго ждал этой встречи. Наконец-то доехал. Чтобы все сказать, да? Да, будет о чем поговорить. Даже жена отпустила, да, чуть попозже. Да, кстати говоря. Выгнал даже. Да, на даче отсрочили поездку на часочек, да? Было такое. Сергей, ну, Литуаль – команда с традициями, команда, которая еще выступает в горюхе, у нас таких немного осталось. Вот помнишь ли, как все зарождалось? Ну, конечно, тут горюха, это еще было хорошее условие для того времени. А ты еще нормально? У нас зарождалось, да, вон там во льду все, в Зюзино, Зюзино-41 играли, ТДК, все начиналось в 2000 год. Асфальт Олег Кококол. И асфальт в Зеленограде, и щебень до колена в Подольске. То есть, чего там только не было. То есть, Матвеевка была уже таким... Ну, Матвеевка для нас, особенно вот та 42-я школа, нигде потом в Вышке. Да, да, да. Там вообще такая идеальная была, новая. С трибунами, да? Да, и трибуны были вообще. Это VIP-шку. Ну да, выгнали потом всех на 55-ю. Ну и все равно вот там компактно было все идеально, под нас мне очень нравилось. Как зарождалась Литуаль, да, как это все происходило, вот тоже очень интересно. Название тоже уточните, мы с тобой недавно сомневаемся. Да, это мы вот сидели, ну как играли мы там где-то с 10-12 лет во дворе, но потом хотели какую-то форму организации, чтобы судья уже там результат, статистика, таблица, чтобы все это интересно было. Поэтому уже к 2000 году созрели, что нужно что-то двигаться вперед, услышали про ТДК. К сожалению, про ЛФЛ нам никто не подсказал в то время. Интернета не было? Чуть подальше переделки, но да, не было интернета, мы поближе все были. Поэтому решили с ТДК начать. Ну название мы сидели там с другом, дипломированный по французскому языку, специалисты. И звезда очень понравилась, но звезда как-то обыденно по-русски, тем более там была уже звезда, как раз во втором там, не помню, тоже 2-2-б или один был. Ну да, такое звучное название часто. И мы выбирали Estrella по-испански, Stella по-итальянски, L'Etoile по-французски. Тогда вот этого магазина, он только зарождался, я потом сейчас уже посмотрел. Парфюмерный, да? Парфюмерный, да, что он там буквально там за год, но он не был вообще, никто о нем не знал, он так распространен, просто созвучное название L'Etoile. Мы так выбрали и уже поехали дальше там. А как называли, наверное, как-то с нотками французскими? L'Etoile? L'Etoile. Из этой серии. Потом уже, конечно, когда это развиваться начало, эти парфюмеры уже все, уже как оскорбление начало звучать, а уже никуда не деться, что история есть, что название из-за них менять. Из книжки вы не направили? Да, вот нам предлагали. Парфюмеры в контуре. У нас вот Максим Матвенко, где он сейчас в СПК-юк, по-моему, играет. Он за нас играл год-два, и он все, я буду писать письма, я буду требовать от них это, чтобы нам выделяли деньги спонсорские. Но он очень далеко жил на платформе Лоси, когда у нас на Драгобушке тренировки заканчивались. Факция не дошли, да? Да, не доезжал там в час и ночью. Ну и все, а потом узнали, у нас там Кубок Новопеределкина всегда проходил, миф, авангард, тот еще авангард, там с Янкером, еще там старый. Они подсказали, что есть такой ЛФЛ, и намного круче, и ни ТДК, ни Кубок Переделкина рядом не стоит. Как бы мы влились, нам очень понравилось, там с таким энтузиазмом, и все пошло-поехало. Во вторую лигу зашли, да? Да, во вторую тогда, вторая была нижняя. И дошли до? Сейчас обязательно спросим про то, как вы выступали там. Кто забил первый гол в Литвале? Понимаю, сложный вопрос, наверное, может быть, и не вспомнишь. Нет, в ЛФЛ я забил. О, как это было, кому? В ТДК. Нет, естественно, ВОЛФЛ, 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 Экслибрис, 4-0, сильная такая команда была. Мы такие полупрофи там были, они периодически, когда приезжали, вообще там всех выносили. В первую лигу в топе шли они, я помню. Да, они в первую лигу, потом как-то чуть-чуть охладели, и все, нет команды, война исчезла. Вот Миша Крюков, такой судья, если помните, был на той старой Матвеевке, вот первая игра была. Мы с нереальным настроем там все рвать и метать, и 4-0 выиграли. В итоге они вышли с первого места, а мы в первом сезоне 5-е заняли. У нас узкая заявка подкосила. Но ты уже капитана был с самого начала? Ну, конечно, я же это организовал там всех, там со дворов вытащил, как бы. Символичь, что капитан первый был. Да, и даже люди потом, в принципе, так, со временем, даже те, кто были не такие организованные, дисциплинированные, сейчас там любо-дорого посмотреть, и до сих пор ребята играют уже, вот сколько лет прошло, 2003-го, да. Ну да, это очень дорогого стоит. И что, в ЛФЛ мы, да, зашли во вторую лигу, а вот уже в следующем году поняли, что таких заявках в 10-12 человек не играть. Там нас обогнал «Экс Либрис» транспортник, который вот сейчас полумедик, там тоже транспортник много людей играл. И все, мы уже подсобрались, что организация на должном уровне и тренировки, и все, уже следующий сезон с большим отрывом. Вышли в первую лигу, да, там за сезон пропустили 26 голов, как сейчас, за 38 игр, нет, выше, ой, во второй. Во второй, с первого места, с первого места. То есть, что просто такой уровень был организации, да, что каждый гол был, это просто такая трагедия, вот так воспринимали, и там люди как бы, да. А забили сколько? Как иначе играли, да? Ну, забили, там такие команды были, тут главное не забили, но как «Москвич» сейчас забивает, это пропустил 1-2, и уже все, уже настроения нет, уже и пошло-поехало. Ну вот на «Москвиче», например, сейчас очень многие ругаются, профессионалы, пятое-десятое и так далее. Наверное, слышал эти… Да, конечно, участвует там, не только слышал, да. Сам ругается, естественно, вот что-то подобное с Литванией не было тогда? Да нет, ну там плюс-минус, такие же наши соседи там все были, там 6 команд из Переделкина, вон Миф, Альянс тот, сильный еще Альянс, там за Негидом, с Ботом. Да, они вот второе место заняли тогда, как раз там Союз. Все так играли со двора всю жизнь, мы там проходили, просто видели, что мы так чуть-чуть… Ну, поорганизованной, я даже не скажу, что у нас там мастерство выше крыши. Просто там, да, собрались и вышли, а потом и первые по накату. Вот когда ты понял, что 10-12 человек мало, да, где начал выискивать? Так же по дворам? Да нет, просто мы там оцепляли некоторых людей, потому что считали, а потом травмы, тут все равно, каждую неделю совсем другой уровень конкуренции, там кто-то пожестче играет, там я сломался на полгода, другой там вернул сзади, спереди и все на месяц. И мы чуть ли там в меньшинстве приходилось играть, а к зиме вот Сокол нас обыграл, до сих пор помню Драгобушки старые еще, щебенки. А для них там, ребят, такое счастье, они где-то там в зоне вылета было, что они в Баде, можно в паспорте расписаться? Это вот Сокол, который сейчас, да, Бани Лихоманов? Да, но там осталось, ну я не знаю, Лихоманов был, но в Ротаре вот точно там человек 3-4, я так замечаю, и что у них там поддержка всегда такая не совсем была трезвая, но зато буйная, бурная там. Ну там тоже, если есть так копать, все вспоминать, там и альбомы делал, и статистику ввел, и там 20 тысяч сообщений на форуме, больше всех там в 5 раз в старый форум ЛФЛ, где не было ни ВКонтакте, не было никаких сайтов, ничего. Второй форум, где там в день там, наверное, по 100 сообщений могло быть. А, ну сайт был, а таблица только, ну да, вот там сидишь и сидишь, сидишь и сидишь, да. Затягивай, да, затягивай. Да, уже потом это новое, а потом, когда ты ищешь движение вперед, ты же выигрываешь, интересно там лиц смотреть постоянно, все там другие, как там. Ну и первая лига. Кто был самым принципиальным соперником? Где, во второй? Первый. Ну альянс у нас всегда был, наверное, такой принципиальный. Ну как-то у нас так получалось, у нас противофаза, что мы матерели, когда они совсем молодыми были еще, да. Хоть они, вот я как помню, вот Кубок Запада в финале с Балтикой, они вышли. Очень хорошо играли, но вот опять же, там может им не хватило опыта. 4-0 вели и все равно проиграли в финале вот на старой матче. А мы, да, они пока были молодые, мы двигались вперед, их обыгрывали. А потом наоборот, мы сдали уже вышки, они пошли вверх, там тоже третья, четвертая, они занимали вышки, по-моему. Но с другой стороны, извините, где сейчас Альянс? А Литвуальта играет до сих пор. Много команд. Альянс по командам. Ну, да. Альянс там, миф, союз, авангард тот же, я говорю, там с Фроловым, с Клюевым. А вот, естественно, помним все прекрасно Занегина, который был капитаном Альянса и в Каите играл. И сейчас вообще не знаешь, где он? Давненько не слышали. Ну, по-моему, он не играл периодически. Я его видел в матерке. Не пересекал. В Т-34 он в том году играл, да? Да, вот как спад снялся, там за пять туров до конца, им тоже уже тяжело там собираться было. И все, после этого Волфайл, по-моему, не играл. С коленом? Да, и вес у него, и колено, травмы. Он уже так не мог. Согласен ты с тем выражением, что мастерство не пропьешь? Наверное, да. Ну, может, мастер тот, кто еще и не пьет. У нас, да, и гиг тоже, я не знаю. Дальше была премьер-лига, где вы, в принципе, тоже выступали очень неплохо. Стрельнуть не получилось, то, что для нас было хорошо седьмое, восьмое место, а вот эти люди там, которые писали на том же форуме «Спарта», «Балтика», мы от вас ожидали больше. Потому что, может, до этого ходили команды, которые, они сразу прыгали туда в пятерку. Мне так казалось, вот по общему настроению, что мы там разово кого-то обыгрывали, там «Партизаны», там «Спарты», «Балтику». Вот «Каид» единственная для нас всегда была. Неприступная крепость. Да, да, да. От всех. А вот так, чтобы стабильно обыгрывать, а чтобы идти наверху, это нужно, да, показывать целую серию, там, побед. Ну, на самом деле, скажу тоже такой интересный факт. Для меня «Литуаль», еще объясню, почему не чужая команда. Благодаря ей, можно сказать, я оказался вот в любительской футбольной лиге. Как так случилось? Вот, тоже мы играли на «Матвеевке». Я первый раз приехал на игру за «Барс». Первый раз в жизни. Я не знал, что такое ЛФЛ. А, я тебя помню, но я почему-то думаю, ты давно до этого играл. Нет, я приехал на первую игру. А позвал-то тебя кто? Андрей Буров. Вот, пригласил. Вот, я приехал на первую игру. И вот мы играли как раз с вами, вот, и с углового я два раза забил головой. Вообще чудом каким-то. Выиграли, да? Ну, я не помню, по-моему, выиграли, да, там, что ли, 4-1. А, я думал, мы 4-1 выиграли. Нет, нет, мы выиграли. Я помню, если бы у меня фотографии есть. Вырезанные. Да. Вот, и благодаря, можно сказать, вам я остался, не забей тогда, неизвестно. Сидел бы я сейчас здесь с вами. А, с такими способностями. Вот, поэтому я… Это твой первый матч, да, в ЛФЛ. Да, да, да. Сразу дубль. Да, я даже с точки зрения того, что… Мы выиграли. То, что я забил, а остался. Вот, и я через эту призму все-таки смотрю. Потому что я говорю, ну, не забей, допустим, да, в том матче. И, опять же, не факт, что там оставил меня Дмитриев. Да, Барс забыл. Вот кто ваших медалей лишил, да? Ну, Барс тоже получалось обыгрывать периодически. Один раз они нас, один раз мы. Ну, пока мы совсем не рассыпались, да, к 2009 году. Ну, потом уже все, наверное, что возраста где-то… Да, все вместе. Вот как-то, да, энтузиазм уже не такой был сильный. Тут у нас и заявка не такая. И пошла волна вперед. Вот этот Женя Фокин, да, его, по-моему, «Кунцевский медведь», Грибанова, «Мегатитан» тут появился сразу. Они вышли прям как целой этой волной команды. А мы, наоборот, на таком спаде… Я вот Рыженкова вспоминаю до сих пор, что мы с «Арсеналом» играли еще в тот момент как раз. Ну, там еще ладно, мы там четыре тура, пять туров, мы нормально шли какие-то там свои в серединке, там набрали очки. Рыженков рулил, да, тогда «Арсеналом»? Ну, я не знаю, он как рулил там, да, наверное, рулил, да, как-то он там оказался. Восьмеркин там играл. Вот времена были, да? А ведь сейчас Юру даже… Спроси, кто такой Рыженков, они даже никто не знает, не видел. А его тоже сейчас он тут не появляется, раньше светился. Нет, потому что мы-то хоть еще видели его, а сейчас да, сейчас даже его не увидели. Кто этот страшный дядя? Кто этот страшный дядя, да. Ну и вот, он говорит, я пацана какого-то взял, а вот гуртовой за нас сыграл как раз Дениса в то время, да. Он набрал, извините меня, надо сколько. А, тогда был лучший там вообще. Да, гуртовой был еще по временам мегаполиса. Тянул хорошо, Матвиенко. И вот там Юра приглашает в «Арсенал» человека, и он просто, я тащу мяч, меня ломает. Вот это моя первая просто серьезная операция. Сзади просто по ноге. Я говорю, ну почему-то не рукой там. Это Рыженков? А он там какой-то пацанар взял. Он говорит, я его все, выглянул за «Арсенал», потом я не знаю, что делом или нет. Говорит, и все, у меня хруст-треск. Как бы и на этом фоне у нас там и так всегда было 2-3 замены максимум. Там зима, потом начали по 1-9. Я на операцию уже там минор такой. Не то, что я не хочу сказать, что там я решающий игрок. А просто у меня как бы уже… Ну ключевой. Ну даже, знаешь, энтузиазм просто уже в плане… Ну может это и неправильно, да? Что как бы команду надо отделять от себя. Но все равно, когда ты сам там… Ну как в бою в историческом. Да, ты гетру… Вот я сидел раньше на диване, да. Гетру надеваешь, за 2 часа уже там что-то потряхивает чуть-чуть. Уже так настолько… Адреналина. Хочется выйти на поле. Ну и все вместе. А там уже и люди взрослели. Кто-то женился, переехал, развелся туда-сюда. Такие разные… Кто-то родил, там уже меньше времени. Какого-то праздника. И опять не хватало там 12-13. А еще люди вот такие, как Гуртовой. Знаешь, им тоже надо показывать, что у нас хорошо все там. Ну да. Денисов у нас там был. Вот Матвиенко. Что мы будем двигаться. Мы сейчас все наладится. Потерпите чуть-чуть там. Денег не просили? Нет, денег. Тогда не было вообще такого. Денег мы никогда никому не платили. Да. Нет, ну понятно, что не платили, а не просили. Вот еще. Ну в долг просили, да. Кто-то не отдавал. У меня не просили. У кого-то, да. До сих пор дают. Угу. И все, да. Все уже нереально. Когда там Медведи, как вспомню, панов там просто. Вот пять, шесть, семь голов. Какие-то мегатитаны вот он уносит. Уже все. Да. И даже та Балтика там нас по семь-восемь там нам кидала. Потом у нас дошло вообще до абсурда, что люди высшая лига вроде уже драгобушка. Вот и да, когда мы переехали на искусственный газон. А мы наоборот, так хочется поиграть. А у нас люди, которые раньше бы там на пушечный выстрел в команде бы не подошли. Играли. Человек в джинсах случайно. Вот с мегаполисом. В мегаполис только вышел тоже вышку. 06-07 в джинсах парни стоял. А я просто у штанги, чтобы это. Потому что у меня колено до сих пор было. Мне на два колена операцию сделали. Тогда там кресты страшно вспомнили. Ну и все, да. И провалились в первую лигу. Девятый-десятый год, да, был. Слушай, но у вас в какой-то период же был название Альянс. Своим соперником, можно сказать. Не хочется вспоминать, честно говоря, так до конца. Ну так, по поверхности. Ну как, получилось. Мы вылетели в первую лигу. Альянс остался. Он был высоко. На пятом, наверное, где-то месте. Я сейчас, если вспомнить, не помню. Мы думали, ну первую лигу, что здесь-то мы сейчас с королями и так будем. Что такого. А там Атлетика и остальные звери. И мы так быстренько в том же сезоне опять попали в зону вылета. А Альянс тоже там как-то недолго у него получилось в высшей лиге. В этот момент падает в первую из вышки. А мы как бы в одном районе решили, ребята, у них не хватает людей. У нас не хватает. Давайте собрались. Давайте объединимся. Представьте, какая команда будет. Мы тут и в первой замахнемся на высокие цели и поставим задачи вышки. Но долго как-то у нас не получилась несовместимость какая-то. Хотя один человек до сих пор играет. Прям удивительно. Который тем более не из района. Цепанин Василий. Вася, да. Он еще в молодежной сборной играл в свое время. Давно. Ездит с другого. Нам-то с переделки. Я вот сейчас 15 минут доехал. А он ездит с другого конца Москвы, общественным транспортом. Не всегда получается. Он тоже тренер по карате. Такое тоже. Тренировки проводит. Хороший защитничек. Серьезный человек. Прикипел так, что не отпаяет. Держится и нравится человеку. Ну, значит, тоже показатель, что коллектив где-то завлек, что все нормально, понравилось. Ну, конечно, много человек тоже. Не как у апостола Андрюхи Сергеева прошло. Но тоже за все время-то много человек прошло. Не все задержались где-то по уровню, где-то по менталитету. Надо сказать, что антураж, который сзади нас располагает к длительному разговору, душевному. Сергей представитель того поколения, с которым можно обсуждать про ЛФЛ очень многое интересно. Но все-таки, закругляясь уже в историю, ЛФЛ, Летуале 20 лет, получается, в следующем году, правильно я понимаю? Это же какая-то особенная дата, которую хочется, может быть, отметить. Я не знаю, надо медиков посмотреть. Они, по-моему, недавно 20 или у них больше было? 26. Да, 20. Но мы еще три года назад, на самом деле, думали, вот поставили себе отметку 20 лет и все, ребят, хватит. Там у кого-то дети. Дальше будем стоять на бровке, может руководить, но уже хватит для... А все равно, каждый год... Атлетика уже 22-й год идет. Атлетика не догонишься, ты не успокоишься никогда. Не надо, я к тому, что надо сбрасывать эти мысли. Там еще копнуть, я не знаю, до атлетики еще кто-то был? Партизан-то уже снялся, кто и все, я не знаю. Поэтому, а сейчас потом импульс идет какой-то. Вон там один человек пришел, второй вроде в серия пошла. Тут выиграли, думаю, еще там что-то можем. И какой там закон. Ладно, будем играть, пока играется. А там посмотрим к 20-ти годам, как там это. Ну, может быть, что-то и... Конечно, да. Что скажешь, пожелаешь в спортивном плане команде? Конечно, чтоб травм не было. Я с замиранием сердца сам намучился. И вот смотрю на некоторых, ну, которые тоже и подвержены уже. Тем более там семья, работа. Главное, что вот, да, тем более серьезных травм. Там где-то ушибы там, ладно, что-то такое. Там вот с этими коленями, конечно, намучили коленостопы. Люди потом ходить не могут. Вот это да, самое главное. Ну, в первую очередь мы тоже желаем здоровья тебе и твоему коллективу. Да вообще всем командам. И всем командам, безусловно. Потому что все-таки желательно играть в футбол, а там не травмировать, не калечить друг друга. Серж, давай поговорим, наверное, о самом дивизионе 2А. В этом году он получается наиболее интересный, на мой взгляд, согласен? Да, все дивизионы чем-то интересные. Мне вот первая лига, кажется, в этом году интересная. Я просто мало слежу. Может, где-то вы какие-то выпуски даете? Мне кажется, такой там вот состав прямо крепкий и ровный. Прямо у них такая плотность и все там. Ну, у вас по сути такая же. Я, наверное, за исключение москвича, но там все-таки понятно. Ну, меня расстраивает 2А, что вот снялись, да, хорошая же команда. Вот почему, да, мы-то живем очень долго. Вот Томека, да, в том году была 5-е место, а сейчас один круг. Феникс 6-е место или наоборот Томека 5-е, 6-е. Тоже снялись. Как так? Ну, Москвич это отдельная история, да. Ну, тут по москвичу, если будет вопрос, предвосхищаю, хочу сказать. Ну, вот Ильин правильно сказал, как бы я тоже. Я просто даже не понимаю, может там надо у человека спросить интервью, какой взять, какой у них стимул, какой интерес вообще в участии. Хотя мы с ними нормально сыграли. Мне понравилось. Понравилось? Да. Ну, ты так скажем тоже, естественно, про москвич мы будем всех спрашивать, кто из дивизиона 2А, да, интересное мнение. Вот, то есть ты придерживаешься того мнения, что не стоит, да, было заявляться. Не, просто поднять даже мотивацию, я не знаю, да, ну, как бы ни у кого нет шансов. Какие-то есть мизерные, да. Кто-то пытается там на фоне 15 минут, 20, может тайм, но в общем глобально, может 2-3 команды с минимальным счетом проигрывают. Эти звезды, так скажем, нафиг не нужны, да? Ну, и даже интересно было, ну, они же заходили вместо кого-то, по-моему. Ну, да. Я даже сейчас не помню. А, ну, наверное, просто команды не хватило какой-то. И, ну, они бы зашли с Гандикаком. Зачем им дали доиграть эти все игры? Вот бы и был бы и у них стимулы, там, и смотрели люди, вот, догоняют, догоняют, догоняют. Там как раз соточков 15 они бы нагнали, все равно бы это. А сейчас, ну, там, отрыв такой. Ну, играют люди, играют, там, смотришь, как у кого-то с Фениксом победа, а с москвичем, ну, поражение следующее будет. Ну, это единственный, кстати, марш, да, где можно… Гарантированный потерь. Да, ну, гарантированный результат. Счет неугадаемый, а результат-то точно. Сереж, кстати, весной вы стартовали очень здорово. Началось все с ничьи с флагманом 2-2. Да, мы даже не весной можно отмотать, может, мы их и прохоронили же. Там Меку и Феникс два тура. Два тура первых второго круга в декабре. В декабре. Они после каждого снялись. Ну… То есть, 17-11, 17-0, это уже там гвоздь был в крышку. И вот следующий на марк перенеслось, да, флагман. И флагман поплыл после вас. Ну, не то, что они как-то там вообще чередуют. Ну, это же вообще непонятные ребята. Ну, как они играют кто-то по 2-3, по 4 игры. В молодости, может, можно было так. Тут все-таки Волфэлл там или так. Серьезно, а так они и будут, мне кажется, 5-6 место, если так относиться. Ну, так понравилась команда? Ну, конечно, понравилась. Они в первом круге нас разнесли вот эти. А мы еще просто, опять же, она из третьей лиги вышла. Как бы так серьезно не воспринимаешь, там, что-то приехал, ли солнце, одна замена. Еле ноги валовались, не знаю, может, там, отмечали что до этого или нет. Ну, просто там вот этот молодой Жандаров, да, по-моему, там. Просто такой там гол на видео был, там, просто четверых размотал человек, в угол положил. Да, но сейчас как бы хорошо играли во втором. Ну, нас там четвертое поле немножко спасло. Почему вот, заостряя внимание, интервью читал Жандарова и… А, да, что-то они очень там, это прям по нам прошлись. Да, вот я тоже хотел спросить, что вот вы там играли… Не, ну, доля правды, да, есть там где-то жестковато, но с другой стороны, как с ними играть? Мы уже там догнать где-то не можем. Ну, просто там в корпус, тело, там откровенной грубости ни разу не было. Я тоже могу сказать, что Жандаров ходил всю игру, там, и разговаривал с судьей, там, условно говоря, разговаривал. На мат переходил, там орал, как бы другой судья, все-таки для меня не помню, кто судил, он просто в ответ ему там матом на него орал на Жандарова. Я так удивился, почему у тебя карточки забыл, что ли, почему так сделал. Вот, мы там никогда… Я, наоборот, успокаиваю, там, что сам играл, там, намеренной грубости нет, конечно, не успеваешь, там, где-то дернул, тактический фол, все понятно. Мой брат там, насколько жестко играет, он бывает там прыгает чуть ли около игрока, но никогда не заденет. Это так кажется, что он очень агрессивный, но на самом деле это все в рамках правил, и если фолит, то там тоже безумышленный, без умысла. Ну, вот, я говорю, вот, тоже задавал тогда ребятам вопрос, я говорю, такое ощущение, что вы просто показали, ну, мужиков, на самом деле, да, чего им немножко тоже не хватает. Да, на своих сильных качествах можно, да, где-то играть, где-то покомпактнее, где-то пожестче, там, нам, конечно, мы не можем там стеночки забегания убегать, там, обводки какие-то такого уже нет. Нет, хотя сейчас некоторые есть футболисты у нас такие креативные, ну, чтобы это именно командно было, а у них там и нападающий берет, он подбрасывает мяч и с метра в девятку лупит просто на ровном месте. Я даже не помню, кто нападающий, как фамилия, вот он два нам забил, говорит, а потом с нулевого угла, на последней секунде мы, в принципе, выигрывать-то должны. Я не говорю, что по всей игре, там, но мы их последние 10 минут задавили, с 0-1-2-1 сделали, вот, на последней секунде они сравняли. Ну, для нас тоже был нормальный результат. Ну, вы вообще, кстати говоря, по сути, в чемпионате весной проиграли только одну игру, это воссайд. Да, причем хорошо играли, да. Почему, а почему так проиграли? Ой, ну, так-то не хотелось бы там на личности переходить. На свои команды? Ну, где-то, да, где-то такие чудесные голы залетали в наши ворота, где-то мы не забивали. Ну, с углового я вообще влфл не видел. Вот на третьем поле я потом посмотрел, вот там ворота вот так с отклонением стоят. И прямо в дальнюю штангу в девятку, и отлетают ворота. Потом с центра поля там штрафнул в девятку со всей дури. Ну, я не говорю, там были моменты, да, там 10 минут, там, первого тайма, они нас там хорошо повозили. Мы тоже там играем всплесками, там, можем там 10 минут, там, первые все задавить, задавить, потом все, куда-то все пропало. Все, все стоят, нас возят. И таких тоже можно матчей много привезти. Ну, и сама по себе, выставить-то, они, по-моему, никому не проигрывали. Они тоже, по-моему, никому не проигрывали. Они тоже неплохо идут, да. Да, как бы, а где мы были, если уж замахиваться, куда. Так не бывает, это москвич только может вообще не терять очки. А так, любая команда. Также у вас было два матча с медиком, один кубок, один чемпионат. Вот, в кубке вы проиграли, а в чемпионате выиграли. Это что, не сбор или почему так? Вроде играли вот. Ну, медик вообще это отдельно как бы обсудить, к ним тоже надо вопрос создавать. В первом круге мы приехали, у нас одна замена, у них 15 человек. Вот такая толпа бегает, там по второму полю. Все испугались, думали, ну ничего. Вели тоже все, игру 1-0. В конце они сравняли 1-1 тоже на жилых мы играли, там, как до конца, каждый момент, и все получилось. А тут наоборот. Ну, правда, у нас тоже было две замены, у них одна замена. Меня самого просто не было сейчас. Ну, на кубок, на кубок 5 человек, да, не было у нас основных. Я сказал, не надо, я посмотрел календарь на майский. И опять никого не соберешь, тяжело, команда еще сильнее. Не, они там, не умоляю заслуг медика, там, в той игре они там заслуженно победили. Не то, что мы специально сливали, но так получилось, там, мы не забивали, они забили свое. А сейчас мы по разговорам говорят, что так заслуженно, все уверенно. Почему наши эти, да, подъехали звезды, в кавычки. Спартаковские звезды. Они редко посещают, вот там, да, начинают там ВКонтакте писать. А вот он как раз, у него первая игра-то была связь с сайдом. Ну, Миша, там, Кожевникова. Ну, Козловцев у нас уже давно играет, 7 лет, как бы он. Он спартакский раньше, он за ЦСКА баскетбольный. Он за начальник баскетбольный, ЦСКА был. Начальник команды? Ну, играл всегда у нас. А они в Роспитрике, что ли, да, в Спартака? Ну, он просто болеет. У нас там большинство за Спартака. А так он начальник команды Спартака? Да, Козлов. Вы знаете, что такое начальник команды? Начальник команды, какие функции? Да. Вот мне, я просто, чего спрашиваю. Я не знаю, да. Я, например, помню, что... Нет, задан вопрос, кто такой начальник команды. Это интересно. И у меня вспоминается история из российской футбольной пример лиги, когда Зенит сделал четвертую замену во время матча. И, значит, ему засчитали техническое поражение. И Владислав Радимов тогда был начальником команды. И всех собак спустили на него за этот техник. Вот, вот и начальник команды. У нас вроде легионеров нет, попросить. Слушай, чем все-таки объяснишь весенний прорыв Литуаля? Ну, масса факторов. Сбор, во-первых. Отдохнули хорошо. Мы не тренируемся. Вот где-то там потренировались в сентябре, наверное. Потом стало опять тяжело. Опять это все на моих плечах организация. Я такой человек, ответственный даже с кем-то это обязательство. Если ты договорился с командой, ты обязан будь добр. Там 5-4 человека, где я там не могу искать, дайте мне одного человека. Дай звонить по команду. Ну, уже и времени нет такого, тоже нет. Энтузиазма уже столько знакомых нет, как раньше. Там взял из одной команды, двух-трех. Поэтому решил пока без тренировок. Тем более сам не играю, да. Вот как я последний на кубок игре до медика уже последний раз сломался уже. Тоже так тяжеловато и с работы совмещать, и сам не играешь. Всех организовывать, при том, что ты сам не на месте. А потом результаты идут, как бы думаем, ладно, пойдет. Может, просто соскучились по футболу, да. Потом начали приезжать. У нас очень хорошее там усиление, как бы скрытое. Они как бы приезжали просто порежем. Там Саша Чураков, Георгий Матвеев, он в партии играл еще. Вот Воробьева. У нас два тренера, Воробьева горы. Саша Гордеев и Георгий Матвеев. То есть у вас есть кем-то? Детей тренируют, да. Ну, вообще, если посмотреть его нарезку, не, они не подтягивают, его одного он подтянул, как бы, Георгий, да. Вот он у Руслана в партии играл, я не замечал его, может. Но если его нарезку посмотреть, как он играет, просто, я не знаю, лучше я не видел игроков. Но именно вот по финту обводить на ровном месте, вот там по два-три человека, вот даже последние. Не, с медиками его не было, вот с Макареной мы играли, там роли папа, он просто себя собирает 3-4, может где-то страдает пас там. Комбинационная игра. Ну, плюс старожилы тоже тянутся, смотрят, новый всплеск, новые эмоции, мы выиграем, и таблицы приятно смотреть. Ну да, почему нет? Там у нас играют 10 человек, наверное, но осталось с самого начала, с 2003. И это еще, как бы, вот у нас такой все равно есть момент, меня очень ругали, сейчас у меня есть такое. Почему этот вышел? Почему этот вышел? О, это вообще, мне кажется, проблема у всех. Почему этот вышел? Сейчас нам гол забьют. В итоге ошибается сам этот человек, который так говорю. Потому что у нас команда, которому 15 лет, как бы, он будет все равно 10 минут играть. Ну, здесь ты заложник ситуации, как человек, который, допустим, руководишь там заменами условно, ты здесь вот надо разрываться. Ну, может, раньше это еще касалось денег там, да, финансовый фактор там, там, я не играл, я там не сдаю, там кто-нибудь мог так. Сейчас такого нет проблемы, сейчас так никто и не может сказать. Такого нет, все понимают, там, результат, команда, все дела. Но, как бы, люди все равно те, и они тоже стремятся играть. Может, чуть пониже уровень, но зато желание, старание на высоте, и поэтому, как бы, не вправе там. Никто не говорит, как-то будем равномерно распределять. Ну, мне вот Альберт Наскоков начал, как отвечать на такие вопросы. А почему вот вышел, почему не вышел, почему не выпускает? Ну-ка. Ответ простой, потому что я так решил. Все. Можно и так, да. Серьезно, еще пару вопросов по командам, и будем закругляться. Вот, мне интересно, спад медик того же, можешь ли как-то объяснить? Потому что команда достаточно длительное время шла в лидерах, практически не было поражений, и вот сейчас такие матчи удачные, чередуются с неудачными. Как думаешь, почему? Ну, я бы сказал, наверное, все равно лучше у них спрашивают. Но вот то, что по последним играм, да, что уже не такая большая обойма. Не знаю, как так получалось, может, все остальные уже стали настраиваться. Они же вообще там шли вот буквально в первом круге, говорю, три месяца до игры с нами, ни одного очка не потеряли. То есть уже другой настрой у других команд на них. Ну, и внутренние, может, какие-то факторы. Ну, интересно мне еще про цемент узнать тоже, да, в этом... Да я могу про всех поговорить чуть-чуть, попарив, попарив. Нет, ну, самое интересное, потому что время уже наше тоже заканчивается. Да, и вот интересный цемент, который, в принципе, в последнем туре обыграл подиум 4-3. И как же так, да, что можешь по этой команде сказать? Вот подиум для нас вообще была точка такого отсчета в октябре, в ноябре. Вот мы как-то проиграли. Вся-то, может, тоже боролись за первую лигу. Проиграли и все, там 7 игр без побед не могли. А цемент, я смотрю, сейчас цемент не стандарт, вот после Нового года. Они все прут. Там кто-то приезжает, там они собираются, там в шестером они обыграют, макарену. Никогда бы не подумал-то. Удивительно, да? То есть ребята, ну, они и нас в первом круге 3-0 обыграли. Мы тоже, думаю, ребята вышли какие-то регбийные, такие, как на схватку. Это наш козырь вроде. Заброс, поборемся, скидка, удар, все. Силовой, да? Попроще, подальше от своих ворот, самое главное. А тут смотрим, ребята тоже так умеют. Как-то она шла на камень. А там еще говорят, как я просто не видел, какой-то очень хороший нападающий, если подъезжает. Не стандарт? Там всех рвет нефть. У меня какой-то Лялин, по-моему. Да, да, Лялин. Роман Карманов рассказывал в одном из выпусков. Конкурент ваш. Максим, есть ли еще вопрос? В принципе, обсудили практически. Единственное, последний вопрос. Твои фавориты в битве за путевку в первый дивизион? Вот я хотел, да, как раз об этом сказать. Вот плохо у нас, вот внутреннего стимула еще нет. Сейчас три команды, они вот красненькие, мы уже никуда им не деться. Они уже, считай, вылетели все. Ну и мы, соответственно, проиграли бы даже мы, все игры бы не вылетели. Ну и выйти нам сейчас тяжело. Я там нашел для себя, что вот я буду вести отдельно таблицу второго круга, и мы там идем сейчас, там, пять яточков отрыва на первом месте. Ну, в Москве, все скобки вынести. Так. Ну и к вашему вопросу, возвращаясь, я не знаю, просто как высший лиг будет формироваться. Там же сейчас уже 14 команд. СССР снято, да? Получается, туда больше уйдут из первой. Ну, мы не будем пока гадать, потому что будет все по факту. Давайте возьмем три команды, допустим. Ну, судя просто... Нет, или две. Две. Москвич не берем. Ну, одна встыковые. Москвич не выходит, не конкурс. Да, и москвич не выходит, поэтому две напрямую, на твой взгляд, и одну давай назовем встык. Ну, просто медик так сейчас уже растерял сильно очков, а флагман, я так понимаю, распыляется на турниры, если они вот так же будут чередовать с 0-9, там, с кем-то, да, с мистерией было. Ну, ничья с кем-то была. Вот сейчас выиграли, молодцы. Ну, тоже нестабильность какая-то. То есть, вариантов нет. Мистерия, Westside, подиум. А медик, ну, медику надо находить свою игру, чтобы возвращаться. А там уже дальше просто тяжело, не так много туров осталось, а конкуренцию, видите, там и середняки, тот же, там, Макарена усилилась, Айф добавил тоже, никто просто качки не отдает, цемент попер. Ну, и того, какую мы тройку называем? Ну, вот как они стоят, мне кажется, да. Вот так и есть, Мистерия, Westside выйдут. Подиум. Напрямую. Подиум тоже. Ну, там же москвич, да. Ну, то есть, видишь, даже выделено у нас. Нет, нет, москвич, не конкуренция. А, москвич, не конкуренция. Они медали-то могут получить, да. Ну, подиум и медик в пустыках выходят, что тогда так. Сергей, спасибо, что сегодня посетил нашу студию. Вам спасибо. Хороших, удачных праздников. Ну, и приходи к нам еще. Вот, давайте приглашать. На 20 кг. Приду обязательно. На 20 кг. Вот, да, 20 лет. В ноябре. Будет полно. Сергей Змычков, лидер, капитан команды L'Etoile. Сегодня был у нас в гостях. Всем привет, удачи и без травм. Ну, и теперь поговорим мы о дивизионе 2B. Сегодня у нас тоже здесь гость-эксперт. Человек, который вы прекрасно знаете, который вы читаете еженедельно на нашем сайте, в интернете. Это Коля Воров. Коль, приветствую тебя. Всем добрый вечер. Ты не только журналист, а еще игрок футбольного клуба. Форум, чтобы не забывали. Вот, поэтому играть корректно против этой команды, чтобы была хорошая пресса. Мы с тобой обсудим, собственно, дивизион 2B, результаты, таблицы, таблицы. Что интересного нам преподносит 2B? Да, с большим довольством хочу обсудить. Рад видеть. Рад, что пригласили снова в студию. Интересного в дивизионе, я думаю, что как раз весенний отрезок нам дает какую-то такую небольшую интригу. Потому что если у нас в осенней стадии были такие прям явные фавориты, то сейчас как раз у нас прошел тот период, когда лидеры столкнулись между собой. И вот как-то нет однозначного фаворита, ну там среди большинства команд, скажем. У нас точно импульс, понятное дело, что он сейчас уже ожидает, там буквально у него осталось два тура, когда он может уже официально оформить себе чемпионство. Импульс мы так же как и к москвичу ветеранам относимся? Нет, я не согласен. Я тоже, я поддержу Максима. По одной большой разнице, то что импульс все-таки он имеет полноправный выход в первый дивизион КБ, и он претендует на законную путевку, ну и в том числе на медаль, которую ему оставалось. Говорят, что импульс не погиб в поле дивизион. Вот тогда вот это будет честно. Вот мне кажется тоже вопрос диалога. Ну, это уже решение каждой команды, в общем, идти или не идти, но мы, наверное, будем уговаривать импульс пойти в первый дивизион. Нет, ну, конечно, я согласен, да, я тоже хочу, чтобы импульс играл в первой дивизионе, там самое место тоже. Да, и вот, к примеру, импульс вот на днях, да, ну, у нас пока не было времени кубок запада осветить, тем не менее, просто ремарочку маленькую сделаю. Импульс сыграл с веером, да, на кубок, сыграли 5-5 и по пенальти проиграли. Вот интересно будет посмотреть импульс, было бы, да, в условиях первой дивизиона. Все-таки веер там за выживание борется. Ну, я еще, может быть, немножко добавлю, то, что, во-первых, импульс опять, он играет незначительным составом, он будет приезжать там по 8 человек, и они даже умудряются два матча подряд проводить. Им, конечно, нужно немножко расширить скамейку, чтобы выступать в первой дивизионе. Пойдут или не пойдут, как бы, я думаю, что в рамках текущего сезона они все-таки по-спортивному занимают полноправное место. И вопрос, опять же, а проиграют ли они в этот раз, ну, в этом году, в этом сезоне. Если они проиграют, то, в принципе, терять нечего, и пусть идут и пробуют свои силы там в первой дивизионе, хотя бы посмотреть, как бы, ну, какого уровня команда. Если нет, то, конечно, им, наверное, ну, не захочется идти, потому что явно там поражения все-таки будут. Там есть команды достойного уровня. Идти туда, чтобы проиграть. Ну, опять же, все-таки импульс играл в первой дивизионе, да, и весь первый круг шел в топ-2, в вышку выходил. Другой вопрос, что тогда КПРФ переманил ряд игроков, да, КПРФ и еще какие-то команды. Там вот Ислам Фарманов ушел в высшую лигу, да, Иванов ушел в высшую лигу, Таймасов, наверное. Таймасов, Вишняков, по-моему. Ну, он все вот это сейчас. И после этого, да, импульс немножко посыпался, и в итоге шестое место, которое удручало просто Година Александра. И он вообще паузу, Год паузы взял, и потом уже снизу зашел. Ну, в первой лиге импульс играл, и делал неудешно. Вот у нас играл Феникс 99 импульс. В эти выходные 4-1 импульс одержал победу. Не знаю, что скажете по этой игре, потому что я там краешком проходил, и меня тоже задела цепная реакция представителей Феникс 99 о том, что что-то не так сделал арбитр. И это я посчитал, что, возможно, он как-то повлиял на ход встречи. Что скажете? Тема арбитров, конечно, это отдельная тема. Я думаю, об этом можно говорить, переговаривать, и уже было. Но все-таки, если сослаться на тот факт, что импульс проводил второй матч за день, то есть они час уже побегали против Фейера, и играли вторую игру. И у них состав там буквально одна ротация прошла, кто-то там ушел, кто-то вернулся. Ну, Ямич, Минич, Лямцев, они были вдвоем, и два матча отыграли, и все-таки 8 человек. Даже какое-то там решение не принималось судья, я думаю, что ребят, которые час уже побегали, если ты приезжаешь, как бы их обыгрывать, ты, в принципе, можешь побороться, обыграть. Поэтому здесь вопрос, наверное, все-таки не к судье, а именно кто как персональной опеке. Феникс-то, в принципе, боролся. Феникс боролся, да, и вел даже, поэтому... Что скажешь про Феникс? У них тоже непростой календарь. Да, Феникс, ну, тоже, как бы, я не скажу, что он прям один из фаворитов, который непобедим, как это было, допустим, в начале. Они потихоньку разгонялись, у них был низкий старт, то есть там начинал там с Гринадина, очень крупная победа, потом постепенно по нарастающим, подходил к лидерам и, в принципе, там боролся с ними. Ну, вот сейчас получается так, что они получали некоторой неделе перерыв, потому что там одна команда не собралась, другая команда не собралась, и это почему-то не шло им на пользу. Как раз прямым конкурентам в Заречье, в Атудино они как раз и проиграли. И вот в этой именно конкурентной борьбе сейчас пока даже сложно предположить, как бы, а где закончится Феникс. Ну, да. У него еще есть клубы, с которыми им придется сильными сыграть, а другие команды, тоже, допустим, Заречье, оно уже проходит вот этап, как бы, с Барсом отыграли, как раз, с Имбульсом отыграли, и они вот при всех вот этих потерях остались, в принципе, там, при своих, там, на четвертом месте, и у них есть неплохие шансы, чтобы обойти Феникс в этой борьбе. У нас, в принципе, да, казалось бы, Феникс проигрывает Ватутина, там, Заречье, да, и все равно вторые, все равно вторые, например, да, и любой тур, он, в принципе, может там поменять, один-два тура, и все уже. Да, там разница небольшая, буквально в три очка, а личные встречи, как раз, будут играть в пользу конкурентов. Ну, Феникс. Ну, Заречье, вот, проиграла Импульсу 4-2, проиграла Барсу, вот, что скажешь, почему не удались игры с лидерами, на твой взгляд? Заречье Импульс даже удалось параллельно посмотреть, как бы наш матч тоже был, в это время проходил, на самом деле, Заречье создало массу моментов, и в первом тайме оно могло даже уходить к победителям с поля, там были несколько неплохих шансов, когда можно было отрывы увеличить, но, к сожалению, мне удалось удержать победный, там, на тот момент счет 2-1, 2-2 в раздевалку, уходит на перерыв, и этот счет держался практически весь второй тайм, то есть, под конец они зевнули, и два мяча они пропустили, а так могла быть, во-первых, интрига, что Импульс потерял бы первые очки, ну и заряженность все-таки команда была высока, понимаешь, что лидер, на него надо настраиваться. С Барсом игру не видел, Миш, наверное, ты лучше расскажешь, что у них получалось, или не получалось. как профессионалы забывают, как профессионалы забывают, когда мы играли с Барсом, команда, по сравнению с осенней стадией, также перестроилась, очень сейчас большой идет контроль мяча, именно, и сопернику нужно тратить много усилий, на то, чтобы отобрать этот мяч, в первую очередь, поэтому я думаю, что Заречий именно больше пытался это сделать, отнять мяч, и в итоге там. Мы, в принципе, с начала сезона, стараемся контролировать мяч, вопрос в том, что подбор футболистов у нас не всегда оптимальный, и не всегда у нас это поэтому получается делать. Что касается игры Заречия, мы собрались в не самом оптимальном составе, на самом деле, у нас вторую игру не было, как бы номинального вратаря, но, как оказалось, что у нас Роман Шристак просто феерий вторую игру. Человек, который пенальти отбивает на зимнем кубке. Да, да, ну, вообще удивительно, поэтому я думал, что нам будет крайне тяжело, но получилось так, что как-то, наоборот, мы сыграли лучше, может быть, где-то повнимательнее, где-то берегли силы и старались сыграть рационально. Мне кажется, да, я думаю, что вот эта оценка, понимание, что у тебя все-таки не номинальный легалкипер, как бы, и любой там, как бы, шальной выстрел, он может привести к опасности, и надо все-таки, ну, как-то поаккуратнее, чтобы больше владеть мячом, оставляя соперника без него, и, я думаю, вам будет сыграл на руку. Я не знаю, согласитесь со мной или нет, но вот, сейчас, допустим, две победы у нас на Два Тутина и на Заречи, вот, немаловажный фактор, это опыт все-таки, да, и мне кажется, опыт вот таких противостояний, да, когда вот, ну, вот сейчас нужно брать очки, да, мне кажется, у нас все-таки чуть-чуть побольше, и за счет, может быть, вот какого-то общего опыта, да, мне кажется, нам удалось выиграть, может быть, настроиться как-то, немного правильнее, скажем так, и так далее. Ну, если честно, я вот отнес Барс как раз ко второму фавориту, наверное, пока сейчас главному, кто претендует именно на путевку, потому что команда не проигрывает уже на протяжении 11 игр, то есть достаточно большой показатель, наверное, сейчас второй после импульса, который вообще не проигрывает, и вот, ну, осечка там с Феникс Раменьки в какой-то момент, там, не удержали победу, молодежь у Владимира Лизанова прибавила, убежала, да, и опять же там вратарская позиция сыграла свою роль, когда стоял полевой игрок, по-моему, Андрей Буров, если я не ошибаюсь, может быть, этого как раз и не хватило, но, тем не менее, сейчас впереди ожидается очень интересное предстояние, как раз импульс Барса, импульс Барса, да, вот, и я считаю, что, наверное, как бы, ну, ни в коем случае не выпрек Роману Шестаку, он молодец, что он выручил освоить важные игры, но все-таки на импульс надо брать вратаря, потому что любой момент у Лянцева или Минича, это плеские удары, это надо, немножечко раскрою тайну, будет Голкипер у нас, поэтому, да, дай бог ничего не случится, то есть, планируется, планируется. Губин или Голевец? Кто? Лет в секрет. Ну, нет, почему? Голкипер будет, кто? Голкипер будет, ты думаешь, кто? Я думаю, что Губин, и я солидарен с этим. Вы не угадали, будет Голевец. Хотя, может, по тайм, бог узнает, но на самом деле, пока что Александр Голевец будет основным Голкипером, там уже, собственно, посмотрим. Да, уже не раз, в принципе, была ситуация, когда там свистать всех наверх, когда был Барс Ватутина, там команда привезли 31 игрока на двоих, то есть, хватило бы. кстати, Ватутина тоже нам расскажи, пожалуйста, поражение минимальное от Барса, и вот сейчас ничья тоже с Искрой. Ну, вот Ватутина, немножко, конечно, их не удается весенний именно отрезок по сравнению с осенью, там ребята были, не знаю, может, они соскучились за лето, за период, как бы у них как-то вот такой на морально-волевой ноте, это все так легко шло, как бы они выигрывали, а осенью, весной, как раз у них что-то где-то надломилось, и вот сейчас они пока не могут собраться, они проиграли всем своим конкурентам, и даже вот сейчас, как бы играя с Искрой, в принципе, ведя в счет там 3-1, можно было бы, ну, учитывая тоже опыт игроков, как бы технику, скорость, как бы у них все это имеется, можно было бы довести матч до победы, но Искрой проявил характер, она сумела там сократить разрыв и в конце просто дожать, как она умеет, это было наглядно там с тем же Феникс и Раменки, когда они играли против команды, которая в меньшинстве приехала, уступали по счету, но потом что-то у них щелкнуло, искры загорелись, как бы и все, она уходит от поражения, поэтому, в принципе, Ватутина, я думаю, сейчас вот им нужен какой-то, не знаю, либо сыграть с более слабым соперником, просто почувствовать опять вкус победы, да, потому что они, в принципе, делают все правильно, но вот почему-то им не мог добыть ее уже на протяжении там четырех игр, по-моему, но вот здесь надо проявить как раз характер, наверное, да, где-то вот через немогу, через силу вот это переступить, одержать победу и может быть потому что надо понимать, что сейчас как раз если у тебя в первом туре, в первом круге, когда ты играешь и, ну там, результат так, двоякий, то есть, ну, выиграл, как бы, хорошо, как бы, не проиграл, как бы, в принципе, еще время, то уже второй отрезок, когда ты играешь с прямыми конкурентами, ты понимаешь, как бы, что этот счет, как бы, он пойдет уже и вдруг, в случае чего, как бы, в сравнение, как ты сыграл там, как ты проиграл сейчас и разница мячей также будет учитываться при этом и надо понимать, что сейчас вот по турнирам очкам там Батутина занимает у нас пятое место, 58 очков, в принципе, ну, ну, и скра-то рядом тоже. Искра вот рядом, да, и не дай бог, уже искра, и может, а вдруг и обойдет. Коль, ну, и давай с тобой по косточкам походим нашего с тобой коллеги. Да куда там? Максима Киселева. О середняках-то говорите. Киса! Идите к нам. А теперь вы киса, да? Да, да, да. Ну, о середняках, я так понял, решили. Не, ну, почему, Макс, совсем недавно вы еще шли очень близко к четверке вот этой переходной, да, это раз, во-вторых, в принципе, там несколько побед, и все может измениться. Ну, на мой взгляд, измениться-то уже ничего не может, поскольку импульс за скобками, да, понятно, что чемпионы. Я думаю, что вот Барс, Феникс 9-9, за речи Ватутина, я бы не стал Искру относить в число конкурентов, честно говоря, ну, без обид, но мне кажется, что Искра не сможет. Вытянут, не хватает ей вот такой организации, не в упрек Антону Сураидину, но вот бывают матчи, когда без замены они приезжают, какие-то травмированные у них игроки выступают, то есть, не хватает скамейки, я бы Искру сюда не стал относить. То есть, Ватутина, Заречья, Феникс 9-9, Барс, они, вот эти четыре команды разыграют три путевки, две прямых и одну через две. Макс, ну, твои-то, что так, насколько я понимаю, не хватает вот характера? Нет, у нас получилось, что мы проиграли все ответственные матчи, мы обыграли Заречья, да, 3-2, который, кстати, на мой взгляд... Мне кажется, поверили, да, Коль, себе? Да. Не, ну, каждый имеет свое мнение, просто, за Речья обыграли и мы скорее на кураже. У нас просто трансферное окно было, мы заявили много футболистов новых, да, то есть, команда совершенно поменялась, то есть, больше 50% других игроков в стартовом составе, ключевых игроков, вот, Заречья обыграли, как бы, вот на такие вот, на эмоции, на этой, да, вот, а дальше мы уже, соответственно, напоролись на три матча, которые, вот, где мы, собственно, и упустили. Но, если ладно, еще с импульсом, там, три-шесть, хотя мы первый тайм обыгрывали 3-2, но во втором, они нас, Лямцев с Миничем, разобрали все-таки по косточкам, вот, ну, самые были вот два поражения, которые вот весь сезон нам перечеркнули, это был, было проигрыш от Барса, 3-5, и поражение от Феникса 9-9-2-4, когда мы, вот, нас, как от нищего электричка убежала, вот, ну, лишь ты помнишь, игру с Барсом, да, сам пятый мяч забивал, то есть, при 3-3 вы в штангу попадаете, перекладину, там, Вадик попадает, да, перекладину, с трех метров, да, и мы на контратаке, Иваныч отдает на дальнюю, и потом еще на Фирсову, и потом на тебя, и все, вот это поражение, и Феникс 99, мы совершенно безлико сыграли, но здесь, на мой взгляд, причина не в том, что мы взлетели после победы над Заречием, который, кстати, на мой взгляд, гораздо сильнее даже сейчас играет, чем в первом круге, у них тренировочный процесс идет, и они вот прям летят, у них настрой такой, я думаю, они в первую лигу выйдут, вот, но здесь нет, на самом деле, просто-напросто у нас новички-то пришли, они хорошие все, хорошего качества, но все нужно сыграться, и им сыграться со старыми игроками, с нашими, кто были, да, и нашим привыкнуть к игре новых, и вот пока мы привыкали, нам не повезло с этим отрезком, может быть, если бы мы играли с командой попроще, вот на этом, после трансферном участке, то потом бы уже сыгрались, и было бы лучше, вот сейчас, допустим, вот с Искрой, вы видели результат, мы 7-3 выиграли, вот сейчас нам играли, Можайский, 9-1, 9-1, 9-1-1, чуть не сказал, вот, ну, в общем-то, мы даже если оставшиеся игры выиграем, да, хотя там соперники тоже здесь крепкие, но не из верхушки, с верхушкой мы сыграли со всей, то этого все равно может не хватить, даже для того, чтобы занять четвертую позицию, поэтому мы сейчас как бы бросать играть не будем, но, увы, но подпортить кому-то можете, будем, конечно, обязательно портить. Максим, ну исчерпывающе, Коля, что еще есть, может быть, проанонсируешь? Ну, небольшую ремарку, я бы пока атлетику не списывал, потому что 8 очков за 9 туров, в принципе, это еще большая дистанция, 27 теоретических, и поэтому, при условии, что еще лидеры играть между собой, и про ту же Искру, я думаю, у них показательный момент будет в игре с Заречием, если они добудут очки, там, а тем более победу, они еще могут побороться, но если поражение, то, скорее всего, да, они как раз будут завершать колонку середняков, и там и останутся, тем более, как мы знаем, что сейчас подступают майские праздники, период, там, дачных дел и отпусков, и если вот уже команда сталкивалась там порой со сбором с посещением, то этот период может еще больше повлиять на это, и когда, в принципе, клуб себе все обеспечил, то есть он поймет, что он не может выйти, не может упасть, он, в принципе, может как бы, ну, зависнуть там, где зависнуть. Коль, проаннотируй, пожалуйста, что ждет нас в будущем, ближайшем, так скажем, да, потому что уйдем на небольшой перерыв, в связи с КФЛ, вот какие игры интересны нам, и какие фавориты у нас, давай. Ну, как я уже отметил, интересная игра будет импульс с Барсом, посмотреть все-таки, хватит ли там опыта Барса переграть импульс, который может также приезжать там восьмером, и насколько грамотно получится выключить их главных нападающих, соответственно, также интересная игра Заречья Искра, ну, в принципе, таких упорных. Остальное все в рабочем порядке. Остальное в рабочем порядке, то есть, каждый там, середняки играют между собой, и тоже борются там, производят небольшую ротацию там, кто повыше, кто пониже, вот, в тот момент, как вот сейчас мы отыграли с партизаном, тоже, в принципе, интересным был у нас такой, ну, не сказать, что дерби, просто, знаем, давно знаю, как бы, Алексея Сайка, сколько мы с ними товарищеских игр провели вместе, вот сейчас в рамках официальной встречи, опять, нам предстояло сыграть, вот, ну, у нас опять второй матч, проблема очень тоже с людьми, стало играть практически резервисты, там, из пяти основных защитников был, где больше один, да, где все, форс-мажор возник, там, у кого-то перед матчем, кто-то просто там заболел, выбыл, не смог приехать, поэтому пришлось бегать, тоже отдуваться за своих, не стоять на бровке, ну, вот, в принципе, ну, и впереди, наверное, ожидаемое событие, которое КФЛ, да, нас ожидает, вот, поэтому многие, сейчас один тур у нас пройдет на Венатке парк, то есть, какие-то команды, я думаю, даже, наверное, впервые познакомятся, посмотрят стадион, потому что, кто не принимал участие в зимних кубках, они там никогда и не бывали, и, может быть, даже им посмотреть, за стадионом такой. Есть еще, кстати, в этом туре матч команд, который суммарно возраст 45 лет, угадайте, кто это? Наверное, Олимпик, про атлетико? Да, Олимпик 95-го, атлетико 98-го, такой вот старейший схлест состоится в эти выходные 5-го мая. Ну, наверное, тогда на этом мы будем заканчивать, дорогой наш зритель, мы уходим на небольшую паузу, в связи с тем, что на Сетон-Парке будет проходить континентальная футбольная лига, туров несколько не будет, поэтому наша передача выйдет уже, наверное, в конце мая. Вот, ну, а сегодня для вас вели эту передачу Максим Киселев, Михаил Меркулов, в гостях у нас Николай Воров, мы увидимся совсем скоро, играйте в футбол, и приходите на Сетон-Парк. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok